Начать жизнь с чистого листа. При взрыве жилого дома в поселке Тувси семья Ивановых потеряла младшего сына. Тогда, в январе, местные жители до последнего надеялись, что из обломков подростка извлекут живым. Чуда не произошло. Родители мальчика смирились с утратой. С моим коллегой Дмитрием Ковалевым они восстановили картину того злополучного дня. Раннее утро. Спасательная операция в самом разгаре. На месте ЧП работает тяжелая техника, но вся надежда только на кинологов. Собаки берут след. Из-под обломков тогда извлекли тела двух человек. Обоих придавило бетонной плитой. От зирной волны часть здания сложилась как карточный дом. Эту злополучную ночь многие жители вспоминают с одраганием. Стены в зале не было, балкона не было уже. Перед нами этот потолок висит. На стенке держался потолок, вот эта плита держалась. Хорошо стенка была, стенка держала. Да, оттуда на нас упала тоже эта плита. Отец погибшего подростка попытался сам пробраться под руины. Но отыскать человека в кромешной темноте было невозможно. Страшная картина до сих пор стоит перед его глазами. Но я фонарик взял, там ничего не витать уже. Чувствую, руку просунул, диван уже к полу прижатый полностью. Именно на этом диване спал Саша. Тяжелую бетонную плиту удалось поднять только при помощи автокрана. Отец говорит, что уже тогда понял, помочь сыну ничем невозможно. Но многие даже спустя три часа надеялись на чудо. Я кричу, уже хожу, я говорю, вытащите, пожалуйста. Я уже даже не знаю. Позвонили сразу. Как мы спустились, позвонили. 112. С другим парнем полезли туда. Наверное, полезли, там уже плиты невозможно поднимать. В семье Саша был самым младшим ребенком. Родители говорят, что их сын был трудолюбивым мальчиком. Золотые руки с техникой на «ты». Профессию себе он выбрал подобающую. Поступил в техникум на механика. В этом году планировал поехать в Германию на практику. Ради этой поездки старался учиться только на отлично. Все вот говорят, ага. Просто его не хватает, говорят все. Нам тоже не хватает, конечно, его очень. Свою жизнь семья Ивановых будто бы начинает с чистого листа. И в нем больше не появится имени любимого сына. Пока им приходится ютиться в общежитии, но уже в этом году они переселятся в новый дом. Его возводят быстро. Строители планируют закончить работы раньше намеченного срока, до ноября. О том злополучном дне жителям Тувсе сейчас напоминают только обломки жилого дома. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.